Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные и резонансные события. Сегодня говорим о результатах парламентских выборов в Грузии, что может угрожать грузинской мечте и стоит ли ждать новую революцию Рос. В Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» набрала около 54% голосов избирателей. Оппозиция суммарно получила около 37%. Все оппозиционные партии отказались признать итоги этих выборов. Каких событий теперь ждать в Грузии? Обсудим на связи со студией политолог-журналист Юрий Светов. Здравствуйте, Юрий Ильич. Добрый день. Крупнейшие оппозиционные партии отказались признать выборы и уже через несколько часов после закрытия избирательных участков заявили, что выборы украдены, обвинили правящую партию в конституционном перевороте и заявили, что начнут протестные действия. И президент Грузии Саламезу Рабашвили назвала прошедшие выборы нелегитимными и также призвала выходить на акции протеста. Так что теперь может ожидать Грузию в самые ближайшие дни и в среднесрочной перспективе? Новая революция рос? Нет. Я убежден, что ее не будет. Бурление какое-то будет. Обратим внимание, были заявления, что выйдут на улицу в воскресенье 27-го. Вышли? Нет. Почему? Вот вопрос. А чего они не вышли вчера-то в выходной день? Говорят, что выйдут сегодня. Посмотрим, как выйдут. Я полагаю, что власть, она потренировалась уже на ситуациях, когда были протесты и в 20-м году после выборов, и после принятия закона об иноагентах, и после принятия закона о семейных ценностях. Они выстояли, провели свои законы, добились этого решения. У оппозиции до сих пор в головах бродит история ноября 2003 года, когда вот это была пресловутая революция рос, и они сумели как бы заставить провести снова выборы и потом протащить во власть Саакашвили. Но за это время грузинское общество повзрослело. Оно за эти годы нагляделось на многое. Они за Саакашвили в 2004 году на президентских выборах проголосовало 96% избирателей. В знак признательности он им через 4 года устроил войну. И потом вот эти бурления, связанные с его партией, были раз за разом. Поэтому, я думаю, грузинское общество на эти вещи уже не поведется. Раз, ну какая-то часть пойдет. У них представить только в этой стране, где 3,5 миллиона избирателей, 30 тысяч общественных организаций. Ну представим себе, 30 тысяч на 3,5 миллионную аудиторию. Это, ну я не знаю, в какой стране еще такие сопоставимые цифры есть. И большая часть этих общественных объединений существовала при поддержке из-за границы. Вот эти активисты, которые теряют зарплату, они могут пойти на выборы. Но получат ли они поддержку общества? Нет. У грузинского общества есть реальная выгода от нормализации отношений с Россией. Экономика Грузии начала подниматься. Торговля с Россией нормально идет. И они, как бы не забывая об итогах 2008 года, о потере Южной Осетии и Абхазии, тем не менее, как прагматики выстраивают эти нормальные отношения. Это объявление Второго фронта. Как мне кажется, вот те политики, которые сейчас руководят Грузией, они тоже почувствовали вкус суверенной власти. Это очень важное обстоятельство. Грузия, ведь у нее история государственности непростая. Она ее потеряла давно-давно, в конце 18 века. И когда случилась революция в России, они провозгласили Грузинскую демократическую республику, но другая часть Грузии коммунистически ориентирована, сделала по-иному. В 1991 году Грузия получила, наконец, независимость, стала развиваться. И ей фактически предлагают снова встать в ряды, снова подчиняться тому, что за нее решают в других столицах. Они видят, вот грузинская мечта же заявляет, они поддерживают стремление в Европейский Союз, хотят туда в 30-м году вступить, но они в то же время хотят за собой оставить право решать самим, как им строить взаимоотношения с соседями. Не случайно ведь Виктор Орбан первым поздравил грузинскую мечту и собирается сейчас полететь в Тбилиси, как, кстати, страна, которая возглавляет Евросоюз, для того, чтобы, по сути дела, это люди, которые идут по его примеру строить свою политику. Поэтому я думаю, что силовые структуры в Грузии подготовлены. И если будут попытки вот этих волнений и нарушения законодательства, они их задавят. Юрий Ильич, ну, справедливости ради, может быть, немноготысячные, но несколько десятков, сотен человек все-таки вышли. И там были не только флаги Грузии и Евросоюза, коль Грузия туда стремится, но почему-то и флаги Украины. Ну, потому что Украина в этих историях достаточно активно замешана. Там же идет такой опыт обмена Майданом. Сначала в Грузии прошел, вот, революция рос. Потом эти же люди помогали Ющенко делать первый Майдан. Они активно участвовали и в следующем Майдане в 13-м году. Сейчас вот сообщалось, что в Грузии были депутаты Верховной Рады, которые тоже занимались какими-то вещами. Поэтому такой обмен идет. И, естественно, для оппозиционных сил, для них вот это выражение солидарности с Украиной, это подтверждение их европейского выбора. Они же говорят, раз мы хотим в Европу, Европа против России, мы тоже должны быть против России. Мне кажется, знаете, что сейчас в Грузии выросло другое поколение уже за постсоветское время, для которых вот Россия, ну, просто одна из стран-соседей. Скажем так, как и Турция, как и Иран, и другие. И вот эти болезненные травмы, которые есть у более старшего поколения грузинских политиков, их уже меньше гораздо волнует. Они, конечно, хотят в Европу, что там греха таить, но они тоже прагматично смотрят на то, что происходит. Вот давайте взглянем еще на одну такую важную вещь. Ведь госпожа Зурабишвили, вот она была послом, она из семьи эмигрантов, которые бежали из Грузии после революции, были достаточно богатыми людьми. Они винят Россию за то, что они потеряли свои богатства. Она работала во Франции в генеральном секретариате по вопросам национальной обороны, и потом ее послали послом в Грузию. Посол Франции в Грузии. Французский граждан. Потом Саакашвили осенило, и он попросил, чтобы ее отпустили, ее назначили министром иностранных дел. Она получила гражданство Грузии и очень быстро поссорилась с Саакашвили. И потом она, главное, чего она делала, это ее враждебность к России. Она говорит, ее главное достижение, она добилась вывода российских военных баз с территории Грузии. После 1918 года она избралась, когда президентом, избралась президентом благодаря поддержке Бельзина Иванишвили, лидера грузинской мечты. И она заявила, что ее главная задача – не допустить никакого сближения с Россией, что она будет выстраивать Грузию как антироссийскую страну. Этим она занималась все время. А сейчас-то для нее еще важно, что Грузия после этих выборов окончательно становится парламентской республикой. И президента теперь будет выбирать не общенародное голосование, а специальный выборный орган, в котором определяющую роль будут играть депутаты парламента и депутаты местных муниципалитетов. И ей там не победить ни за что. Поэтому она так психует и пытается эти выборы не признать. Лидер партии «Лелая» и коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» и ее основатель Бельзина Иванишвили провели спецоперацию КГБ, я цитирую его, и готовят страну для России. Действительно ли в Грузии победили пророссийские силы? Или это такой уже всем надоевший штамп политический? Понимаете, каждая приличная страна вне России, считает, что если Россия вмешивается в ее выборы, значит, она значимая страна. А если не вмешивается, то незначимая. Так как доказательств вмешательства России не обнаружилось, я, кстати, считаю это не совсем правильным, а почему бы нам не содействовать победе на выборах тем силам, которые хотят нормальное отношение с Россией иметь. Ну ладно, это такое у нас принято решение, не вмешиваемся. То тогда надо найти российских агентов внутри себя. Ну, был же Трамп российским агентом во время выборов 2016 года. Расследования, перерасследования шли. Ничего не доказали, но след остался, как в известном анекдоте. Так и здесь. Бельзина Иванишвили, да, он заработал деньги у нас в России, Вимбельдан и прочее, но он давно, давно-давно отказался от российского гражданства. У него, кстати, французское тоже было гражданство. И он выстраивает Грузию как именно суверенную страну. Они не пророссийские, они прогрузинские. И для Запада самый болезненный вопрос, что все больше становится провенгерских, прословацких, пронемецких, прогрузинских стран, которые хотят иметь свою суверенную политику, проводить ее в нормальных отношениях, что с Западом, что с Востоком. И это ведь еще особенно обострелось на фоне БРИКС, когда вдруг все песни о изоляции России провалились. Но ведь давайте возьмем такую цифру. 13 стран получили статус страны-партнера БРИКС. В них живет 970 миллионов человек. 970. Почти миллиард. Стран, которые захотели быть вместе с БРИКС. Вот что их волнует. И поэтому они так бьются за то, чтобы в той же Молдавии или в Грузии были вот эти силы, которые готовы пожертвовать своей страной ради так называемых европейских идеалов. Мария Захарова не случайно зала, обращаясь в Дурабишвили, а чем это грузинские ценности хуже европейских? Что Грузия-то подревнее будет, чем многие европейские страны. И если она отстаивает христианство, православие, как свою коренную составляющую, так в Грузии это христианство пришло задолго до многих европейских стран, и особенно до Прибалтов, которые берут на себя роль учителя для Грузии. В принципе, международные наблюдатели признали, что выборы были организованы неплохо. Но и Блинкин, госсекретарь США, говорит, надо бы проверить. И уже ряд стран во главе с Канадой и Германией говорят, что мы не признаем результаты этих выборов. Как Запад сейчас будет вести себя по отношению к Грузии и этим парламентским выборам? Отменят их или признают-таки? Нет, они будут давить на Грузию продолжать. Давайте вспомним, что было перед выборами. Европейцы 35 миллиардов единиц были предназначены для Министерства обороны Грузии. Американцы отозвали там около 100 миллионов долларов, которые они на помощь Грузии выделяли. Они ввели санкции против ряда чиновников Грузии. Плюс было заявлено, что приостанавливается процесс присоединения, подготовки Грузии к вступлению в Европейский Союз. Теперь выборы состоялись. Они будут грозить, но господину можно ответить. Ты посмотри, что у тебя в стране происходит, где суды принимают решение, что нет права у избирателя, пришедшего голосовать, удостоверение личности. И поэтому могут голосовать даже мигранты. Голосование по почте, которое там идет, суды запретили выражать сомнения в достоверности бюллетеней, которые пришли по почте. Вот он пусть займется своей страной, своими выборами. То, что они не признают, это будет все зависеть от того, как пройдет эта неделя. Если грузинская мечта отстоит свою позицию, если они проведут через парламент решение о том, что выборы состоялись, они признают. Только они сейчас громко говорят о признании этих выборов. А потом тихо, де-факто все это будет принято. И еще одно важное обстоятельство. Мы пока сейчас слышим громкие о том, что они не примут мандаты, они не признают результаты выборов. Они это говорили и в прошлый раз. А потом тихонечко вроде как вернулись в парламент. И здесь, я хочу сказать, там есть одна партия, прошедшая в парламент, которую создал бывший премьер-министр Гварахари, отколовшийся от грузинской мечты. И как часто бывает в политической практике, с ним могут договориться. И в результате они примут мандаты. Потому что если будет парламент только из одной партии, там какие-то есть на этот счет ограничения, что через какое-то время надо будет снова проводить выборы. Но я думаю, повторяю, что политики из грузинской мечты за 12 лет во власти многому научились, в том числе и созданию коалиции, и, простите меня, цинично подкупу политиков, они эту ситуацию разрегулируют. А если они разрегулируют, то Европейский Союз никуда не денется. Им Грузия нужна. Спасибо, Юрий Ильич. Я напомню, у нас на связи был политолог, журналист Юрий Светов. Это программа Акцент дня. Смотрите нас ежедневно на канале Справедливая Россия. И всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok